Создать неповторимый образ и показать свое мастерство. В Барабинске прошел 10-й фестиваль парикмахерского искусства, ногтевого сервиса и визажа. Участвовали представители 10 районов Новосибирской области. Чем удивляли жюри, узнала Оксана Тимошенко. До начала конкурса несколько минут. Алина Зеленова еще раз проверяет, все ли необходимое для работы на месте. Мастером ногтевого сервиса она трудится 4 года. Просто захотела. Мне понравилось. Увидела видеоролики. Захотела научиться. Поехала, отучилась и начала работать. Теперь она не только делает своим клиенткам отличный маникюр, но и освоила наращивание ресниц. На конкурс, как сама говорит, приехала больше за новыми знаниями. И это, по словам организаторов, одна из главных задач фестиваля. Мы, проводя такой замечательный конкурс, решаем сразу несколько задач. Во-первых, мы популяризируем профессию мастера в сфере красоты. Во-вторых, мы развиваем навыки уже состоявшихся сегодняшних мастеров. Потому что у нас очень именитая, замечательная жюри, которая проводит мастер-классы и делится своим опытом. Для аннотации этот конкурс уже четвертый. Прежде она показывала свое мастерство в парикмахерском искусстве. Сегодня борется за победу в номинации «Визаж». Уверена, главное, чтобы было вдохновение. Тогда и все остальное получится. Чаще нужно собираться. Много интересного. Разные мастера. Мы уже общаемся сколько лет. Мне нравится. Я стараюсь все время приезжать. Юбилейный 10-й конкурс объединил больше полусотни участников из 10 районов области. Свои умения они демонстрировали в 13 номинациях. Уровень сильно растет. Очень сильно вырастет. Как и в матерской, в заживке, в ногтях, просто работа. Честно судить сложно. Вот сложно судить. И мне чем здесь нравится? Сами мастера, у них это праздник. Вот все эти девочки, они потом на четвертого Сибири приезжают. И они всегда выходят в пятерку или в тройку. Две прически на длинных волосах Елена Кузьменко из Качковского района сделала за час. Временем осталась недовольна. Знает, могла лучше. А значит, еще есть над чем работать и к чему стремиться, говорит мастер. Такая конкуренция, столько новых, интересных идей, обучения. Я думаю, оно стоило того. Я всегда приветствую мастеров, которые участвуют в конкурсе. Они растут. Я бы всем ставил пятерки, даже тем начинающим, только за то, что они уже здесь. Это уже большой шаг. В каждой из номинаций жюри определило победителей и призеров. Обладателем же главного приза 10-го фестиваля «Золотый локон-2023» и 30 тысяч рублей стала Алина Зеленова из Купинского района. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС.